друзья всем привет как сон влияет на нашу красоту и здоровье будем говорить какие лучше всего позы во время сна как лучше всего приготовиться ко сну и что я обычно делаю перед сном потому что у меня лично не бывает вообще проблем со сном то есть я ложусь и сразу засыпаю у меня очень но это редкость когда я страдаю бессоннице такого не бывает то есть я так устаю что я просто ложусь и сразу спам не редко когда бывает бессонница практически ее не бывает и пока вы все собираетесь хочу вам с вами поделиться я стала замечать что у меня растет 2 подбородок не потому что много ем или не занимаюсь спортом я не ем много я ем всего лишь два раза в день они ем сладко не ем мучное каждый день занимаясь спортом и при этом я вижу второй подбородок от чего того что я постоянно за гаджетами за компьютера у меня голова чуть ниже чем она должна быть за это ослабляет шею и второй подбородок и мне моя косметолог которая хожу раз в неделю на массаж всего лица она мне посоветовала такую штуку называется корректирующая маска бандаж показываю вам ее суть в том что вы вот так зацепляете вот так и это очень сильно подтягивает ваш второй подбородок если у вас начинает образовываться и вы держите так ходите но я не совсем четко сделала это нужно перед зеркалом займет больше времени не хочу сейчас особо времени и вы так держите где-то минут двадцать они больше то есть нельзя передерживать это прямо очерчивает ваш вот эту вот линию ну прям очень хорошо стягивает подтягивает мышцы вот я буду пробовать я заказала элку и я вам тоже советую элку заказать даже чем больше тем лучше потому что очень прям сильно стягивает поэтому рекомендую элку попробуйте фирма шарм лайн бьюти технологи хани дерма корректирующая маска бандаж вот кому интересно потом еще если что пишите мне оставлю ссылку ну что давайте поговорим о сне значит у меня существует несколько правил перед сном они постоянные я я стараюсь и мне изменять и я с вами поделюсь значит первое я стараюсь обязательно перед сном погулять хотя бы полчаса да даже если погуляете там 15 минут это хорошо я делаю небольшую прогулку перед сном всегда у меня как правило мой последний урок оканчивается где-то в 20.15 я все собираю стою и иду гулять на 15 минут кстати девочки если у кого-то сразу же возникают какие-то вопросы по поводу сна пишите это у нас такая интерактивная беседа поэтому задавайте вопросы пишите если вам эта тема актуальна какие вопросы с удовольствием отвечу если буду знать ответ значит правило номер один для меня я всегда гуляю перед сном если по каким-то причинам очень поздно я не могу идти гулять я выхожу на балкон и делаю дыхательные практики но я обязательно получаю свежий воздух перед сном обязательно это первое второе я делаю дыхательные практики хотя бы 5-10 минут но делаю перед сном для чего потому что некоторые дыхательные практики они помогут вам вот допустим за день происходит очень много событий да это на вас сидит в ваших эмоциях там вас кто-то разозлил вы нервничаете вы это в голове прокручиваете это сидит вас не уходит специальные дыхательные практики они помогают это убрать с ваших эмоций очиститься и вы легче засыпаете потому что дыхание пробило вот эти вот все состоявшиеся эмоции которые у вас за день случились поэтому у меня такое правило я мне нужен свежий воздух и мне нужно обязательно подышать хотя бы 10 минут мне нужно вот прям вот вот все что у меня накопилось на протяжении дня мне нужно это очистить с помощью дыхания и я вам покажу давайте начнем с одной практике которую я рекомендую делать перед сном вы можете сделать успокоительное дыхание оно делается так на 3 счета вдох на 6 счетов выдох то есть выдох больше чем вдох то есть и в два раза больше в два раза причем если допустим вы делаете вдох на 4 то тогда выдох на 8 вот давайте сейчас попробуем это сделать все вместе можно глаза закрыть можно дышать открытыми не имеет значения на данный момент не важно будете дышать вы животом или грудью не имеет значения но лучше всего если вы будете дышать животом поэтому вы можете две ручки сейчас покажу положить на низ живота и мы на 1 2 3 надуваем живот и на 1 2 3 4 5 6 сдуваем дышим через нос поехали делаем выдох выдох вдох 1 2 3 выдох 1 2 3 4 5 6 вдох 1 2 3 Надуваем живот. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще раз. Выдох. Два, три. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот так вот вы делаете. Я бы начала с пяти минут. Прям ставить таймер и начинайте. Можно делать пять вдох, десять выдох. Но я вам не рекомендую сразу начинать с каких-то больших цифр. Начните с трех. Пусть это будет комфортное состояние. Не надо напрягаться в конце рабочего дня и делать десять, двадцать. Сколько вот комфортно? Три, шесть. И дышите так пять минут. Вы почувствуете, как у вас тело начнет расслабляться. И большая вероятность, что вы быстрее уснете. Поэтому я бы делала вот это упражнение перед сном каждый день. Начните с него. Начните с пяти минут. И можно его потом доводить до двадцати минут. Если вы будете двадцать минут делать, сто процентов гарантия, что ваш мозг расслабится. И вы легче уснете. Поэтому попробуйте с этого. Значит, первое – прогулка перед сном. И второе – это вот это дыхание успокоительное, мы его называем. Один к двум. Если вдох четыре, то выдох восемь. Если вдох три, выдох шесть. Если вдох пять, выдох десять. Причем старайтесь не пять счетов, а именно секунд. Пять счетов может быть раз, два, три, четыре, пять. А секунды – раз, два, три, четыре, пять. То есть секунды намного медленнее, чем мы можем считать. Поэтому иногда полезно прям слышать секундную стиканье секундной стрелки и под нее поставить таймер и дышать под секундную стрелку. Такая рекомендация. Теперь, что касается поз. Здесь очень много споров у врачей, у профессионалов. Они спорят, где как лучше спать. Но я вот в свое время изучала бутейка. Он специализировался по дыханию. И он писал, что лучше всего спать либо на животе, либо на левом боку. Он абсолютно был против, чтобы спать на спине. По многим причинам я не смогу, наверное, так с точки зрения медицины объяснить, почему. Но вот он рекомендовал, я читала его книгу, я брала его курс. Бутейка рекомендовал именно лучше всего спать на левом боку, а не на правом. А еще круче спать на животе, потому что когда ты спишь на животе, у тебя дыхание замедляется. И не такое глубокое, как когда ты спишь на спине. И если вы заметите, в основном храп очень сильный именно когда человек спит на спине. Просто стены трясутся, когда человек спит на спине. Это прям храп до невозможности громкий. А когда человек переворачивается, либо спит на животе, храп чуть-чуть уменьшает интенсивность. И еще Бутейка советовал на ночь прикреплять пластырь, потому что очень важно во время сна дышать именно носом. Мы часто во время сна мы не контролируем, и некоторые из нас переходят на дыхание ртом. Так вот, Бутейка считал, что самое плохое, что может быть, это дышать ночью с открытым ртом. Это самое вообще плохое, что может быть. То есть дыхание через рот очень негативно сказывается на наше здоровье. Поэтому он вообще предлагал клеить пластырь. Причем он рекомендовал так, что если вам страшно клеить пластырь, сразу вот так закрывать весь рот, он рекомендовал наклеить его сперва вот так вот чуть-чуть, чтобы он в любой момент, если что, мог порваться. Значит, клеить его так, и это 100% гарантия, во-первых, что вы не будете храпеть, если он, конечно, не прорвется, вы его не прорвете. И это гарантия того, что вы будете всю ночь дышать через нос. Я так делала. И что хочу сказать. Я клеила сразу же на весь рот. Я Бутейка очень люблю. Мне нравится то, что он говорит. И я клеила прям пластырь на весь рот вот так вот. И первые три дня было как-то, ну как-то мозг офигевал, что происходит какое-то, что-то налеплено на рот. Ну, короче, как-то было очень некомфортно. Я не задыхалась, ничего, я хорошо дышу через нос, у меня там все давно прочищено. У меня основное дыхание через нос, естественно. Но все равно как-то для мозга было очень некомфортно дышать через нос. Не то, что дышать через нос, а спать с закрытым ртом, с пластырем было очень как-то странное чувство. Но проспав так месяц, я потом уже примыкла. И сейчас я его уже не трею, потому что я знаю, что я дышу 100% через нос. Вот такие небольшие рекомендации. И еще, что мне помогает быстро спать. Это, конечно же, физические нагрузки. Я вот, кстати, заметила, что вспоминаю, что когда у меня отпуск, и я так физически не вовлекаюсь, у меня нет тренировок, я действительно плохо засыпаю. То есть для меня, я спортсменка там с 5 лет, для меня 100% нужна обязательно какая-то физическая активность в течение дня. Если ее не будет, я плохо засыпаю. Так как я занимаюсь почти каждый день, кроме там воскресенья. На воскресенье я обязательно уезжаю куда-то там в горы походить, поэтому это тоже физическая нагрузка. У меня практически проблем со сном не бывает, поэтому обязательно, девочки, старайтесь какую-то физическую нагрузку прибавлять в ваш день. Тогда вам будет легче засыпать, и это будет полезно для вас, для всего организма. И уже говоря о физических нагрузках, вы всегда можете присоединиться на мои классы онлайн. Это очень удобно, это из дома, это очень женственные такие нагрузки. На все тело мы прорабатываем все суставы, спину, стопы, мы тянемся. И мои нагрузки очень сбалансированы, они для любой женщины. Не нужно никакой физической подготовки, не нужно быть худой или балериной, или кем-то еще. Абсолютно любой человек может присоединиться на мои классы. Поэтому, если вы хотите, первый клад бесплатный, можно присоединиться. У нас классы вторник и субботу, вот завтра будет в 15.15. Если вы хотите попробовать, you welcome, добро пожаловать. Будет партерный класс на полу, все будем делать на полу. Разминать стопы, бедра, колени, суставы, спину, шею. И в конце мы обязательно тянемся. Поэтому, кому интересно, не тяните, пишите мне в личку. Я вам пришлю все подробности. Очень рада была вас всех видеть. Всем хорошего вечера. Будьте здоровы, спите хорошо, задавайте вопросы, присоединяйтесь на мои классы. Рада буду вас видеть. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok